Да, тоже жалуются, да, запах. Здесь деревня, это не Новосибирск. А как вы хотели, чтобы в деревне жила? Без запаха? Ну, я приехала... Закрытие никто не знает. Да, про закрытие. А подождите, ну, если бы даже в Новосибирске могли бы что-то придумать, это животные. Уже давно бы сделали бы, и там, знаете, такие силы. Поэтому это животные. Ну, а если запахи... Какие силы? В Новосибирске даже дорог нет нормальных сил. Ну, у нас здесь... Нет, я говорю, что если у нас здесь, ну, каждый пульт свое болото плавит, но я не о том, то, что в Новосибирске, наверное, тоже заседают там, ну, я не знаю, поля, жжение, навозы и все остальное. Там нифига нет. Все поля угробили. Потому... А почему? Ну, наверное, хотели угробить. Ничего нету, абсолютно. Сюда бы приехали. Мы работали три года, сейчас у Валерия Андреевича, да, и вот она за техник, я главная ветеринарная врача свинокомплекса. Я вам хочу сказать, что по своему долгу службы, по ветеринарии, допустим, я объехала практически весь мир. Во Франции, в Бельгии была, в Испании на свинокомплексе. Я вас уверяю, запах абсолютно такой же. Да везде он будет. Ну, вы просто хотите угробить деревню, последнюю деревню. Друзья, в городе запах еще хуже. Я еще хуже, я и говорю, но здесь просто идет уничтожение последней деревни. Огромного хозяйства. Деревня живая. А кто уничтожает? Ну, я не знаю, я вот послушала здесь. Не про тот мусор, который сейчас некуда складывать, но тем не менее, дворники с утра, мы на работу, рано приезжаем, дворники уже не в каждом городе так может быть. Посмотрите, поселок чистый. И живой. Живой, чистый, храм такой красивый. Две больших школы. Я ничего не могу понять. Это вообще какой-то абсурд. Посмотрите, как собрали в этом году. Вас неправильно настроили. Вы с вами, скажи, хорошо выполняете? Вы чуть-чуть переиграетесь просто в другое направление. Да при чем вы переиграете? Я же не хотела никого закрывать. Вы о чем говорите? Вы успокойтесь, пожалуйста. Мы просто приедем. Вас просто на паузу не поставили. Мы очень любим гостей. Если есть какие-то косяки, их надо устранить. И все. Знаете, я понимаю. И все. Жилищные, вы там не придумали. Вы там что-то не до этого. Все решается. Но и в сельском хозяйстве все дальше до ума доводится. Господи, вы себя послушайте, о чем вы говорите. Смотрите, вот у вас есть жители, у вас есть фермер, предприниматель, который обеспечит вас работать. У вас есть администрация, которая обеспечит вас жизнью. Не обеспечит, а помогает вам. Понимаете? Находите всеобщий язык. И поверьте, через какое-то время вы перестанете ругаться, собачиться. И жизнь у вас будет улучшаться. Понимаете? А если есть какие-то, извините, у вас косяки на вашем предприятии, а мы их увидели, эти косяки, их надо просто исправить. И все. И не понятно. Все будет хорошо.